Добрый день, друзья! Из этого выпуска вы узнаете о том, какие признаки укажут на повышенный уровень сахара в крови и чем питаться, чтобы не запустить болезнь. Очень часто перед появлением серьезных симптомов заболеваний организм посылает нам сигналы, которые говорят о наличии патологии. Если их игнорировать и списывать на усталость на работе или временные сбои, то можно позволить болезни распространиться, и тогда потребуется более серьезное лечение. Важно вовремя обратиться за медицинской помощью, ведь иногда, казалось бы, совсем незначительное отклонение в состоянии или самочувствии может свидетельствовать о достаточно серьезной болезни. Сахарный диабет – это серьезное заболевание, при котором организм не справляется с количеством глюкозы в крови из-за нехватки гормона инсулина. Этот гормон вырабатывается поджелудочной железой, либо уровень сахара в крови повышен из-за невосприимчивости тканей к инсулину. Последствия заболевания в запущенной форме крайне серьезны и могут привести к инсульту и ишемической болезни сердца. Очень важно как можно раньше распознать болезнь и начать лечение, чтобы контролировать ситуацию и внести некоторые изменения в привычный образ жизни. Часть больных диабетом игнорируют рекомендации врачей и не соблюдают диету. Возможно, это происходит из-за непонимания всей тяжести возможных осложнений. Многие просто не знают признаков этого заболевания. Проверьте себя, о каких симптомах сахарного диабета вы услышали впервые. Первый признак – это частые позывы в туалет. Действительно, почкам приходится работать намного больше при лишнем сахаре в крови. Ведь таким образом организм пытается избавиться от избытка глюкозы. Вполне закономерно, что если учащается мочеиспускание, значит организм теряет большое количество жидкости и вам постоянно хочется пить. И это второй признак. Организм пытается избежать обезвоживания, заставляя вас употреблять больше воды. Если вы постоянно хотите пить, при этом вы не злоупотребляли солеными продуктами, проверьте уровень сахара в крови. При сахарном диабете постоянно хочется не только пить, но и есть. Уровень глюкозы в организме повышен. Это вынуждает поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина. После приема пищи уровень сахара резко падает, и, как результат, вы опять хотите чем-нибудь подкрепиться. Особенно хочется мучного или сладкого. При диабете первого и второго типа одним из самых распространенных признаков является сухость во рту. Всему виной обезвоживание организма из-за повышенного сахара в крови. Значит, поступающая жидкость не восполняет дефицит жидкости. Изменение уровня сахара в крови, его резкое повышение или падение вызывают головные боли. Особенно при частых сменах уровня глюкозы. Причиной возникновения таких головных болей в особенностях отклика сосудов головного мозга на изменение гормонального фона. Избыток глюкозы проявляется не только в крови, она накапливается даже в хрусталике глаза. Это приводит к двоению в глазах или другим искажениям зрения. При возвращении уровня сахара в крови к показателям нормы эти нарушения зрения пропадут. Дрожжи и бактерии любят сладкую среду, поэтому повышенный уровень глюкозы в крови может способствовать развитию таких инфекционных заболеваний, как грибок ногтей или молочница. При обнаружении симптомов этих заболеваний, помимо местной терапии, сделайте анализ крови на сахар. Постоянно завышенные показатели сахара означают то, что большое количество времени кровеносные сосуды находятся в суженном состоянии, а значит, ткани недостаточно снабжаются кислородом и питательными веществами. Помимо того, что страдают органы, можно заметить такое явление, как долго заживающие раны и царапины. Если проблемы с сахаром уже давно, но вы об этом не знали, могут начать повреждаться нервные окончания. Это очень серьезный признак сахарного диабета. Если у вас не имеют руки, вы ощущаете покалывание в конечностях, судороги, слабость или боль, есть вероятность того, что у вас диабет и, скорее всего, уже не на ранней стадии. Мы уже отмечали, что повышенный сахар в крови вызывает сужение сосудов, а значит, кровоснабжение нарушается, в том числе и в области мужских половых органов. Значительная часть мужчин, больных с сахарным диабетом, испытывают импотенцию. У женщин диабет также может вызвать проблемы в половой сфере. Сухость во влагалище, возникающая из-за обезвоживания организма, может доставлять дискомфорт при половом акте. Диабет обычно идет рука об руку с ожирением. Но если вы резко начали худеть, то не стоит думать, что уж чего-чего, а сахарного диабета у вас точно нет. Вполне может быть. Люди с диабетом первого типа часто начинают внезапно терять вес. Это происходит, во-первых, из-за большой потери жидкости вместе с частым мочеиспусканием. Во-вторых, из-за недостатка инсулина организм теряет глюкозу, как источник энергии, поэтому начинает получать энергию из жировой и мышечной ткани. Высокий уровень инсулина в крови приводит к ускоренному размножению клеток кожи, в результате чего под коленями, на локтевых сгибах, под мышками и на шее могут появляться черные пятна. Один из характерных признаков сахарного диабета – это сладкое фруктовое дыхание. Оно возникает тогда, когда из глюкозы не удается получать энергию, и организм начинает высвобождать энергию, сжигая жир. В результате этого процесса образуются кетоны, которые имеют свойство накапливаться в крови и моче. Этот симптом должен заставить вас немедленно обратиться к врачу. Избыток кетоновых тел – диабетический кетоацидоз – заставит вас испытывать одышку. Появление только такого симптома, конечно, не позволит утверждать наличие именно сахарного диабета, но в любом случае одышка – это повод обратиться к врачу. Гипертония или высокое артериальное давление сопровождает многие заболевания и, как единственный симптом, еще ни о чем не говорит. Но в совокупности с другими симптомами повышает вероятность того, что у вас именно сахарный диабет. Постоянная усталость – еще один побочный эффект, связанный с тем, что клетки не получают глюкозу, а значит и не вырабатывают энергию. Поэтому, если вы замечаете, что после полноценного сна и отдыха усталость никуда не девается, обратитесь к врачу для установления точной причины. Если головной мозг получает глюкозу в недостаточном количестве, он начинает не так эффективно выполнять свою работу. Вы не только заметите, что стали более рассеянным, и вам становится сложнее обрабатывать информацию. Отсутствие необходимого питания может привести к резким перепадам настроения, ведь мозг – это центр управления эмоциями. Здоровая нервная система не допустит резкой и необъяснимой смены настроения. Что же делать, чтобы избежать тяжелых осложнений болезни? В первую очередь следите за питанием. Необходимо строго ограничивать употребление животного жира и быстрых углеводов. Также нужно будет следить за калорийностью рациона, если имеется лишний вес. Кушать нужно часто, 5-6 раз в день, но маленькими порциями. Для приготовления пищи использовать продукты, имеющие низкий гликемический индекс. Это в первую очередь свежие фрукты и овощи. Обычную муку стоит заменить цельнозерновой мукой крупного помола. Вообще, выбирая хлебобулочные изделия, выбирайте хлеб со трубями, либо ржаной или из цельной муки грубого помола. Супы готовить на овощном бульоне. Привычные супы на мясном или рыбном бульоне разрешаются употреблять не более двух раз в неделю. Мясные и рыбные блюда разрешаются употреблять в отварном виде или заливными. При этом рыбу и мясо стоит выбирать нежирных сортов. На гарнир идеально подойдут сырые, печеные, отварные овощи. Свекла, морковь, кабачки, огурцы, зелень, картофель, редис. Ограничивайте гарниры из макарон, круп и бобовых культур. Яйца разрешается употреблять в смятку или в виде омлета, но не более одного яйца в день. В виде компотов, а также в свежем виде, можно употреблять цитрусы, яблоки, красную смородину, клюкву и прочие кисло-сладкие ягоды и фрукты. Употребляйте молоко и молочные продукты, но ограничивайте жирные продукты – сметану, сливки и сыр. Из приправ и соусов разрешаются неострые соусы, приготовленные на отваре из овощей. Можно использовать томатную пасту, молочные соусы и соусы с добавлением кореньев. Из закусок можно готовить овощные салаты и заливное из маложирной рыбы. Количество жидкости, употребляемой в день, должно составлять около 5-6 стаканов. В это количество входят напитки вместе с супом и молоком. Пить можно чай, некрепкий кофе, томатный сок, соки из кисло-сладких ягод и фруктов. В день разрешается до 30 граммов жиров, в которые входят сливочное и растительное масло. Запрещаются к употреблению кондитерские изделия, продукты, содержащие большое количество сахара, мед, шоколад. Также следует исключить из рациона копченые, острые, жирные блюда, а также алкогольные напитки. Из фруктов и сухофруктов большое количество природного сахара содержится в бананах, винограде и изюме. Поэтому эти продукты следует строго ограничивать, чтобы не допустить скачок глюкозы в крови. Хотим предложить примерное меню на день. Вы убедитесь, что даже при сахарном диабете меню может быть вкусным и разнообразным. В течение всего дня между приемами пищи можно разделить 200 граммов ржаного, цельнозернового или отрубного хлеба. На завтрак можно съесть 50 граммов отварного нежирного мяса с гречей, салат из яблок и свеклы и чай с молоком. Второй завтрак может состоять из одного яблока. На обед можно приготовить овощной борщ без мяса и добавить к нему сметану. Порция должна составлять половину тарелки. На горячее – 50-граммовая порция бефстроганов из отварного мяса и тушеная капуста. На десерт – яблочный мусс с добавлением сахарозаменителя. На полник можно выпить отвар шиповника. На ужин – капустная котлета без добавления соли, лапшевник с творогом и чай. Перед сном можно выпить стакан кефира. Соблюдение диеты при диагностировании сахарного диабета или склонности к этому заболеванию обязательно. Это основной инструмент, который поможет не допустить ухудшения состояния и поддерживать качество жизни. И, конечно, обязательно соблюдать все рекомендации врача. Наблюдайте за своим организмом и не игнорируйте сигналы, которые он посылает. Это поможет вам сохранить здоровье. Надеюсь, в этом выпуске вы узнали что-то важное и полезное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь этим роликом с близкими и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!